Не могу тебя не спросить о вопросе, который вот меня волнует со вчерашнего дня. Я узнал, что Ростислав Мурзагулов, общественный деятель и политтехнолог, сообщил в Варшаве на съезде народных депутатов России, причем сказал, что с властями Украины это все скоординировано, о создании альтернативной России на основе Курской области и неконтролируемой кремлевским режимом территории. Значит, территорию предлагается назвать Российской Федеративной Республикой, РФР, начать выдавать ее гражданство и проводить там выборы среди всех оппозиционных россиян. Выборы планируется основать на предложении для голосования, которые Марк Фейгин якобы с разработчиками придумал. Значит, вот это все обосновано с возможной заморозкой войны по текущей линии фронта, которую предложил сделать Трамп. Ну, с Трампом мы уже разобрались, пока с ним ничего не ясно. Что ты думаешь об альтернативной России, вот этой новой России, насколько этот проект вообще нужен, насколько он реален? Идея интересна. Тут самое главное удержать плацдарм на территории Курской области, потому что Путин же тоже понимает, если заморозка, это значит выход с уджанского района из состава России. И у них на днях была попытка атаковать украинские позиции, вместе с этими северокорейскими собакоедами, ну и, соответственно, всем известной 810-й бригады морской пехоты. У них 14... Это просто видеокадры. 14 МБТРов наступало, 10 было уничтожено. Ну, соответственно, можно представить о количестве потерь. Поэтому тут все-таки первичный момент, это удержание плацдарма. Ну, я так понимаю, у нас все это прекрасно понимают. Ну, и мы воюем. Мы именно за это воюем. Сама идея мне нравится. Я сразу тут подумал, а как же так? А что же будут делать хорошие русские, которые сейчас собираются водить хороводы вокруг посольства России в Берлине? Они, наверное, нас будут осуждать, как же это так? Вместо того, чтобы сказать, ребята, вы хотели этой прекрасной России в будущем, так вот, пожалуйста, выдвигайте себя на избранные должности. Но эти люди так не поступят, естественно. Это тоже нужно понимать. Поэтому, как вариант развития событий, мне кажется, с этим нужно работать. Ну, а если честно, мне кажется, все-таки у нас идея такая, условно-сульжанскую народную республику на каком-то этапе просто обменять на наш, ну, допустим, энергодар. Хотя, опять же, Путин, я не думаю, что это возможно просто так. То есть, тут спрогнозировать будущее очень-очень сложно. А может быть, и вообще невозможно спрогнозировать, потому что эти звезды, они только сейчас сходятся. Но в любом случае, если у тебя есть территория, то тогда можно играть, работать, пробовать различные варианты. Сам факт возможности создания на территории России альтернативных взглядов на жизнь, он очень-очень интересен. Я вот сейчас на своем канале собираю на Аутэль для 53-й бригады. Так вот, у меня есть одна карта, и туда перекинули где-то порядка 30 тысяч. Почему-то им неудобно непосредственно на банку бросать. Но я почему на этом останавливаюсь? Потому что из этой суммы половина пришла из России. Причем от людей, я их лично не знаю, но я точно знаю, что они живут в Москве здесь и сейчас. Внимание, если человек или группа людей инвестируют в победу Украины, значит, они не хотят жить в стране, в которой все время правит до смерти Путина. И это как раз говорит о том, что вполне возможно... Слушайте, надо эту тему развивать. Ну, почему вот россиянам, им все время, те, кто против войны, и таких людей еще раз, их очень много, с российскими паспортами. Ну, почему им надо бежать в Грузию или там еще куда-то, когда у них будет... Ну, вот, своя собственная Россия, и мы им поможем. Ну, и в завершение хочу тебя спросить, как ты думаешь, реально ли что-то реализовать российской оппозиции, если вот с одной стороны мы видим книгу «Патриот Навального», которая появляется в одном из самых популярных сериалов мира «Секс в большом городе», и явно тема Навального и образ Навального, его вдовы Юлии Навальной, госдепу, да, или тем, кто лоббирует вообще эту историю, очень нравится. И с другой стороны, вот те люди, которые пытаются создать альтернативную Россию, да, на вот этом небольшом клаптике, который кремлевский режим не контролирует. Без этого объединения вот той истории красивой, гламурной, но которая абсолютно отрицает любое военное участие и пытается проповедовать вот эту историю с политическим решением кремлевского режима, неужели это возможно, как ты думаешь, и могут ли они двигаться вот автономно, друг без друга? Ну, значит, Суджанская Россия имени Владимира Зеленского, или как угодно, а то у нас сейчас Зеленского не все любят, мы тут не на фамилиях фокусируемся, это зависит от нас. Что касается так называемых хороших русских, то они вообще не субъекты. Вот это вот нужно просто четко еще раз проговорить. Они могут, может быть, не самые плохие люди, но когда, значит, спустя уже сколько, 25 лет правления Путина, они исповедуют этот принцип мирная смена власти, мирный протест, ну, это просто идиотизм, вот правда. И за счет того, что они не субъекты, ну, походят они, вот сейчас они говорят, мы хотим показать, что есть люди, которые против войны. Да мы и без вас знаем, что не есть. И никто россиян, насколько я, у меня жены российский паспорт, и она сейчас в Европе, я прекрасно знаю сложности, с которыми они сталкиваются, люди с российскими паспортами. Но сказать, что их шейм, это исключительно по паспорту, это не так. Так вот, такие люди, они существуют. Только, что они говорят? Давайте соберемся возле посольства России в Берлине, это прямо возле Брандебургских ворот, сделаем круг, и вот соберемся, и покажем, и действие есть какое-то? Действия нет. И вот этот нарратив, который они транслируют, это нарратив покорности, жертвенности, то есть, они себя позиционируют исключительно как жертвы. Давайте вспомним, сколько там, тот же Яшин говорил, что я не хотел, чтобы меня обменили, я хотел заниматься политикой в России, и поэтому я был готов дальше сидеть в тюрьме. То есть, если ты будешь сидеть в тюрьме всю свою жизнь, ты можешь как-то на это повлиять? Но ответ он очевиден, нет. И сейчас, вот этот же смысл, они продолжают толкать, ну, соответственно, уже в эмиграции. Почему с ними играются наши западные союзники, их тоже можно понять, и они себе могут это позволить. Они тоже вот ищут варианты, ну, как сделать Россию безопасной. И, понятно, там они будут финансировать эти движения, гранты, но это для больших стран это нормально. Они могут себе это позволить. Просто наша задача объяснить им, что как вариант инвестиции в безопасную Россию, вы можете это делать. Только она, эта ставка не сыграет. Вот и все. Так что Суджанская Народная Республика, или какая, ну, мы же против этих глупостей. Суджанская Россия, или Россия со столицей в Суджу, ну, почему бы и нет? Попробовать. Тем более, там, газоизмерительная станция, которую так любит Путин. РФР, РФР быть. В общем, да. Спасибо большое, Роман Цымбалюк. Был в эфире разборки, канал Украина Сегодня. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на Украину Сегодня, ставьте лайк этому видео и на канал Романа Цымбалюка обязательно тоже подписывайтесь. Рома, тебе огромное спасибо, всего хорошего. Роман Цымбалюк.